МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Доброе утро! Очень интересно, чем новая Золушка будет отличаться от всем известной и знакомой? Да, дело в том, что музыка Прокофьева останется в ее первозданном виде, в полном объеме. А вот либретто балета и хореография, они будут совершенно новые, и совершенно новый взгляд на этот балет, на постановку. Его будет представлен. Вообще идея поставить Золушку и перенести действие балета в 20-й век, в 50-е, в конец 50-х годов принадлежит художественному руководителю Теодору Курензису. В дальнейшем уже наш главный балетмейстер Алексей Мирошниченко подробно продумал либретто. В общем, это история театра, история балета. Все действие происходит внутри театра. Главные действующие герои – это танцующие балерины, балетмейстеры. То есть прообразы прежней Золушки, Золушки, мачехи и сестер, и этой коллизии, они существуют. Все, что описано в сказке, имеет символический смысл, который может быть перенесен и во времени иметь какое-то иное осмысление. И мне кажется, что это будет совершенно удивительная история, которая, с одной стороны, очень будет иметь актуальный характер и интересный такой исторический срез, потому что мы в нем всю атмосферу тех лет, конца 50-х годов, большой театр и то, что связано с кухней, что ли, за кулисье того, что происходит в общении среди артистами. И в то же время, конечно же, будет сохранена любовная коллизия, и у Золушки должен быть принц. Но вот не совсем или совсем по-другому будет решена дальнейшая судьба героев. И я бы сказал, что хэппи-энда в привычном его понимании здесь не будет, но будет какое-то другое преображение главных героев, прежде всего Золушки, которая найдет все силы продолжать жизнь и работать, творить, как балерина, несмотря на то, что ее личная жизнь, ее роман с принцем, так его назовем, он не будет воплощен, так сказать, и жесткие реалии того времени нашего советского государства, в общем, не позволит этому случиться. Но Золушка будет работать и найдет свое счастье и какое-то умиротворение в творчестве и в том, чтобы отдать себя балету, театру, людям. А как долго шла работа над постановкой? И что было, может быть, сложного, интересного, необычного? Ну, дело в том, что замысел главный балетмейстер вынашивал долгое время. Я с ним общался на эту тему, и это было в прошлом сезоне. И с конца прошлого сезона он уже непосредственно приступил к постановке. То есть он, помимо разработки сюжета и либретто, конечно же, это все напоено новой хореографией. То есть то, что он сам придумывал, как он смог внутри этого рассказа балетными средствами танца, средствами танца, пантомимы, как это все суметь, это совершенно феноменальная, сложная работа. И, по-моему, это, конечно, она очень ему удалась. И работа продолжалась совместная, когда мы уже все вместе, я и художественный руководитель, музыкальный руководитель постановки Теодор Курензис, значит, тоже вместе общались. Сейчас мы работаем уже с оркестром и выходим на генеральные репетиции вместе с балетом. Давайте напомним дни премьеры и куда идти? 20-го, 21-го, 23-го и 24-го, декабря, 4 дня в Театре оперы и балета. Мы всех ждем, это совершенно уникальное событие, по сути, так мировая премьера нашей «Золушки». Огромное спасибо за такую интересную информацию. Я напомню, этим утром у нас в гостях был Андрей Данилов, дирижер Пермского театра оперы и балета. Оставайтесь с нами, впереди масса всего интересного. Продолжение следует...